Всем привет, меня зовут Джина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю видео не одна, а вместе со своей подругой Динари, которая тоже живет в Южной Корее. Перед нами стоит задача купить продукты на определенную сумму денег и из этих продуктов приготовить любое корейское блюдо. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит. Ну а для начала нам с вами нужно пойти в магазин и закупиться продуктами. У нас в Динари бюджет 10 тысяч фон, мы не должны превышать выше этой суммы. Как думаете, мне хватит денег купить все необходимые продукты? Пишите ваше мнение в комментариях. И первое, что нам потребуется, это грибы Энаки, по-корейски Пенни Босот и стоимость за одну упаковку 500 вон. Далее по списку у нас кабачок, стоимость за одну штуку 2300 вон. Тофу мы берем специально для супов, называется Чиги Тобу и стоимость за одну упаковку 1450 вон. Вместо соевой пасты я беру уже готовый соус для Двинчан Чиги, стоимость 1650 вон. Ну и последнее в нашем списке это картошка. Уже готовую собранную упаковку можно купить за 3500 вон, а можно собрать самой, каждый 100 грамм будет стоить 500 вон. На кассе вам все свесит и скажет стоимость. Ну и прежде чем идти на кассу, хочу рассказать, показать сколько стоят продукты в Корее. Начнем, пожалуй, с фруктов. Бананы 6500 стоит такая вот связка. Связка поменьше стоит 3900. Я всегда покупаю поменьше, потому что большое количество бананов у нас быстро портится. Лимон стоит 3 штуки 3000 вон и здесь вот платочек побольше 6500. Один ананас можно купить по цене 7900 вон. Дыня будет стоить 21000 за одну штучку. Мандарины 6500. И апельсины 10500. Сейчас в Корее сезон клубники. Коробка будет стоить 11900 вон. И одна упаковка поменьше 6500. Яблоки 1 штучка 3000 вон и 5 штучек 10000 вон. В Корее груши выглядят именно таким вот образом. Они круглые. Три штучки стоят 5900 вон. И здесь получается 5 штучек 6000 вон и 10 штучек 9900 вон. Болгарский перец. Вот такая вот упаковка из 4 штучек стоит 3500 вон. Есть побольше размер здесь по 4000 вон. И еще есть такие вот все маленькие 5500. Пекинская капуста в Корее дешевая. Вот посмотрите, огромный такой качан стоит 3000 вон. А качан поменьше 1500 вон. Как вы знаете, из такой пекинской капусты делают кимчи. Ну а теперь очередь за молочкой. Обычно пачка молока стоит от 2000 до 3000 вон. В зависимости от фирмы. Вот это вот здесь самое дешевое за 1750, но оно невкусное. Мы попробовали, брали. Самое вкусное мы покупаем, это соль улю. Всеми известное по дарамам банановое молоко стоит 2980 вон за 4 штучки. Здесь есть вот 5 штучек с разными вкусами, 6250. А еще корейцы обожают такие вот питьевые йогурты. Они с пребиотиками за 20 штук 2980 вон. Они вот такие вот, все маленькие. И за раз можно выпить сразу несколько штучек. Также молоко продается в пачках 1 плюс 1. Получается вот это молоко стоимостью 5350 вон. Здесь обезжиренное молоко с жирностью 1% стоит 4980 вон. Здесь у нас детские йогурты стоимость 2450 вон. Здесь другая фирма 2480 вон. Ну и обычные йогурты с разными добавками. Получаются шарики шоколадные разных видов. Стоимостью 1450 за одну штучку. Святок яиц вы можете купить за 3150 вон. Есть также 15 штук в упаковке. Стоимость 7950 вон. И если вам нужно 30 яиц, то стоимость такой упаковки будет 12500. Ну а теперь давайте сравним цены на мясо. Самое дорогое мясо это корейская говядина мраморная. За 226 грамм такой лототек просит 12430 вон. Здесь это уже свинина, фарш. Стоимость такого лотка за 372 грамма 2970 вон. Далее. Здесь у нас... Я не знаю, что за кусок этого мяса. Он стоит 6350 вон. Вот, это свинина 794 грамма. Не знаю, какая, правда, часть. Не разбираюсь в этом. Ну вот, тоже так же. 250 грамм лототек, 250. Это тоже свинина. Вот такие вот кусочки. 244 грамма, 3172. В принципе, свинина не такая уж дорогая. Дорогая говядина. Теперь перейдем к алкоголю. Самое популярное пиво в Корее это Касс и Тера. Да, стоимость 2300 вон за баночку уже В-05. Так. Есть и другие фирмы. Такие фирмы, как продаются у нас в России. Хайникин, Стелла. Но еще здесь есть Соджио. Обычный Соджио. Стоимость бутылки 1480. Есть другая фирма за 1500. Это вот стеклянные бутылочки. И вот есть Соджио со вкусами. Ну все, я закупилась только необходимыми продуктами. Поэтому домой буду готовить. Ну вот и все ингредиенты. Покажу вам их поближе. Тофу для как раз-таки супчиков. Здесь пенебосот. Это грибы и ноки. Соус для нашего супчика. Одна картошка нам понадобится. И один кабачок. Правда, когда я его помыла, после мытья я его уронила, он пострадал. Но все равно он так же остается съедобным. Соджио со вкусами. Ну что, наши заготовки готовы. Осталось только все сварить. По инструкции к этому соусу нужно добавить 400 мл воды. То есть сначала я сварю овощи. И потом в конце добавлю соус. Оставила вариться все ингредиенты. Чуть позже я добавлю тофу. И затем уже соус. И еще немножко поварю. И вот что у меня в итоге получилось. В конце я еще добавила столовую ложку тертого чеснока. Так как муж любит, поострее. Получилось очень вкусно. Это мой самый любимый корейский супчик. Готовый есть его хоть каждый день. Обычно корейцы едят супы. Да и не только супы. С рисом. Ну а теперь переходите на канал Динары. Только посмотрите на это. За 10 тысяч фон она умудрилась приготовить не только одно основное блюдо, а также несколько разных видов корейских закусок. Хочу немножко рассказать о Динаре. Она живет в Большом Куанчу. Воспитывает прекрасную дочурку кореянку. И у них есть мальтипу. В своих видео она рассказывает про свою жизнь в Южной Корее. Ссылочку на ее видео я оставлю в описании. И также хочу поблагодарить вас, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось видео с рецептом, ставьте ваши лайки. И пишите в комментариях, на какое блюдо снять в следующий видео рецепт. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!